Книг в этой квартире столько, что некуда присесть. Труды профессора Виктора Чумаченко давно перекочевали с книжных полок на столы, стулья и диваны. Шутка ли, он публикует, либо редактирует около 50 книг и научных журналов в год. Последнее, чем я занимаюсь, это издание полного забрания сочинений нашего казачьего историка Фёдора Андреевича Щербины. Он выходит под моей научной редакцией, с моими предисловиями, комментариями. Всё чаще профессору Чумаченко приходится оставлять исторические труды и приниматься за изучение жилищного кодекса. Я выселился в эту квартиру, живу в ней уже почти четыре года, не имею ни одного документа. Эту квартиру учёный Совет Университета культуры и искусств вручил профессору в благодарность за долгий труд. До этого Виктор Кириллович десятки лет ютился в общежитии. Оттого событию обрадовался, тут же из общежития выехал и даже приютил бездомную кошку. Чарли, Чарли, Чарли. Боится, плачет. Четвёртый год им нет жития. И профессор, и его кошка бытуют здесь на птичьих правах. Университет культуры и искусств поспешил выписать Чумаченко из общежития. Но прописаться в новой квартире профессор не смог. Администрация вуза отказалась выдавать документы на жильё. Мне говорили, что у вас всё прекрасно, у вас всё замечательно. Вы напрасно паникуете. Вот Виктор Чумаченко просит вуз выдать положенный ему по закону договор социального найма. А это отказ. Снова письменная просьба, снова отказ. Недвусмысленные посылы администрации вуза Виктор Кириллович не принял и пошёл дальше, чем ему указали, в суд. Согласно жилищного кодекса, устава университета культуры, решение учёного совета, Чумаченко приобрёл право требования договора, заключения с ним договора найма. При наличии договора социального найма профессор легко бы смог приватизировать квартиру. Но администрация университета культуры и искусств так просто отдавать квадратные метры не пожелала. В вузе сказали, что квартира им не принадлежит и распоряжаться ею права здесь не имеют. Жилой дом был построен, если я не ошибаюсь, в начале 2001 года. Начиналось строительство. И часть квартир по договору долевого участия должны были быть переданы университету. Имущество университета является федеральной собственностью, мы являемся лишь его правообладателем. У адвоката Виктора Чумаченко другая версия. Акт приёма передачи квартиры, о котором я вам говорила, согласно которого ДСК передала спорную квартиру, в том числе университету культуры. То есть данная квартира в настоящий момент находится на балансе университета культуры. Преподаватель русского языка с трудом подбирает слова, чтобы описать ситуацию. В его богатом словарном запасе для этого случая нет нормативной лексики. Я считаю, что вуз меня предал. Вот у меня такое ощущение. В любой момент они могут прийти, вырезать замки, двери, поставить что-то новое и всё. Даже кошка Чарли боится гостей. Опять на улицу не хочется. Боится, чтобы её выселять посередине нужно.